МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Украинская армия вновь попыталась атаковать Запорожскую атомную станцию. После того, как российские военные уничтожили десант ВСУ, киевские силовики использовали беспилотники с бомбами. Несмотря на присутствие на Запорожской атомной электростанции представителей МАГАТЭ, киевским режимом продолжается провокация с целью создания угрозы техногенной катастрофы. 3 сентября для нанесения ударов по территории атомной электростанции вооруженные силы Украины применили 8 беспилотных летательных аппаратов с подвесными боеприпасами. Российскими средствами радиоэлектронной борьбы, приближавшиеся к станции украинские беспилотники, были блокированы, после чего осуществлен принудительный сброс гранат в безлюдных местах на удалении более полутора километров от периметра безопасности станции. Радиационная обстановка в районе Запорожской атомной электростанции остается в норме. Украинская армия пытается атаковать на отдельных участках Николаева-Криворожского направления и несет огромные потери. Как сообщили в Минобороны России, только за сутки ликвидированы свыше 400 боевиков ВСУ и около 50 иностранных наемников, что вынудило военное командование Киева начать переброску резервов с запада Украины. Уничтоженные несколько десятков единиц бронетехники, сбит штурмовик Су-25, перехвачено около десятка ракет, в том числе американских Хармс. За сутки боевых действий на данном направлении противник потерял 11 танков, 17 боевых машин пехоты, в том числе 4 БМП Брэдли производства США, 10 других боевых бронированных машин, 5 пикапов с крупнокалиберными пулеметами и более 150 военнослужащих. В районе населенного пункта Романовка Николаевской области истребительной авиации ВКС России сбит штурмовик Су-25 Воздушных сил Украины. В высокоточном оружии ВКС России уничтожены пункты временной дислокации подразделений 80-й десанто-штурмовой бригады и склад боеприпасов в районе населенного пункта Краматорск Донецкой Народной Республики. Ликвидировано более 120 украинских военнослужащих и 11 единиц бронированной и специальной автомобильной техники. В результате созрёточенных огневых ударов по позициям подразделений 30-й механизированы и 95-й десанто-штурмовой бригад в районах населенных пунктов Гусаровка Харьковской области и Адамовка Донецкой Народной Республики ликвидировано 110 боевиков. Власти Украины с октября запретят выезд за границу военнообязанным женщинам. Как сообщил юрист Минобороны страны Владимир Смилку, это продиктовано стандартами НАТО по гендерному равенству. Однако пресса отмечает, что причина – огромные потери ВСУ. В итоге с Украиной не выпустят женщин, связанных, например, с медициной, химией, биологией, радиотехникой и сферой IT. Киевские власти угрожают посадить жителей освобожденных районов на 12 лет за участие в референдуме о воссоединении с Россией и конфисковать их имущество. Об этом сообщила украинский вице-премьер Ирина Верещук. В сети указали, что это никак не соотносится с заявлениями Зеленского, что Украина нуждается в демократии. Предложили Киеву действовать последовательно и просто сажать абсолютно всех, кто живет на освобожденной территории. Желание войти в состав Российской Федерации выразили жители Республик Донбасса, а также Запорожской и Херсонской областей Украины. Точная дата референдума пока неизвестна. Во Владивосток прибывают участники Восточного экономического форума. Первая делегация прилетела из Нимьянмы во главе с премьером. На время форума аэропорт столицы Приморья перешел на усиленный режим работы. В терминале введены дополнительные смены персонала, открыты стойки регистрации и аккредитации участников. Восточный экономический форум пройдет с 5 по 8 сентября на острове Русский. Участие в нем примут представители 58 государств, в том числе делегации из Китая, Индии, Японии и Южной Кореи. А в Германии и в Кельне тысячи человек вышли на акцию против политики Шольца и против поставок оружия Украине. Немцы недовольны резким ростом цен. У некоторых в руках плакаты «Северный поток-2» вместо газовой надбавки и прочь вредные санкции. Антиправительственные демонстрации пытались помешать проукраинские активисты. Эксперты указывают, что Евросоюз столкнется со всплеском протестных акций и массовых беспорядков из-за стремительного падения уровня жизни. Например, в Латвии с октября плату за отопление и так очень высокую поднимут еще в два раза. О народных протестах в Европе Антон Дадыкин. В Праге около 100 тысяч чехов потребовали отставки правительства, если оно в течение месяца не выполнит их требования. Пригрозили общенациональной забастовкой, выступили против поддержки Украины, призвали соблюдать военный нейтралитет и прекратить античешскую политику, направленную на разрушение экономики. Настаивают, что правительство должно обеспечить помощь гражданам и договориться с Россией по поводу нефти и газа, поскольку санкции уничтожают бизнес и рабочие места. Все это прописано в резолюции митинга. Власть премьера Фиалы, возможно, украинская, возможно, прогрессельская, но ни в коем случае не чешская. Мы требуем снизить налоги, в том числе НДС, прекратить антироссийские санкции, которые наносят гораздо больше ущерб чешским предприятиям, чем в России, и прекратить поставки оружия на Украину. Это не наша война. Годовая инфляция в июле превысила 17%. Это максимум за 28 лет. Бизнес предупредил, увольнений не избежать. Беженцы усугубили ситуацию. Десятимиллионная Чехия приняла почти полмиллиона украинцев. Половина хочет остаться в стране навсегда. Участники пражского митинга ответили плакатом. Лучшее для украинцев, а для нас пара свитеров. Правительство Чехии всего за день до массовой акции протеста в Праге пережило голосование по вотому недоверия. Дебаты в парламенте продолжались 22 часа. С небольшим перевесом голосов премьер-министр Петр Фиала пока удержался и к протестующим прислушиваться не намерен. Все свалил на Москву. Это демонстрация, организованная пророссийскими силами. Их интересы противоречат интересам Чешской республики. Но даже лояльные правительству издания отмечают, Россия ни при чем. Демократы, очнитесь. В следующий раз на площади будет в два раза больше людей, пишет старейшая чешская ежедневная газета «Лидовки». Впрочем, демократичным сейчас на Западе называют только то, что угодно властям, отмечают эксперты. Не знаю, уйдут ли они в отставку. На самом деле, я не думаю. Я думаю, что они будут держаться изо всех сил. Нередко уже звучал вопрос о том, будут ли силы разгонять эти демонстрации. Немецкая вельф предупреждает. В Чехии показали, что может ожидать Германию. Левые и правые мобилизуют сторонников, чтобы изменить политику Шольца. Обещают горячую осень. Силовики заявили, что патрули в городах будут усилены. Не исключено, что привлекут и военных. В Великобритании полиция и спецслужбы разрабатывают схему действия случаев народных бунтов, сообщила «Таймс». Ждут резкого всплеска грабежей, роста мошенничества. Опасаются, что полиция и чиновники начнут активно брать взятки, чтобы продержаться в условиях кризиса. В Италии демонстративно сжигают счета за электроэнергию. Лидер партии Лига Мотелло Сальвини заявил, Евросоюз обязан возместить убытки от антироссийских санкций. Пусть Европа, как в случае с пандемией коронавируса, поставит финансовый щель для покрытия счетов, который приходится дополнительно оплачивать семьям. Иначе мы рискуем потерять миллионы рабочих мест в сентябре. Против резкого роста цен митингуют и в Париже. Требуют, чтобы президент Макрон либо покинул свой пост, либо начал заниматься восстановлением экономики Франции. Антон Дадыкин, Матвей Попов, Наталья Гончарова, Вести. Из-за энергетического кризиса могут остановить большой адронный коллайдер. В Европейской организации по ядерным исследованиям опасаются, что если внезапно отключают электроэнергию, то аппарат стоимостью более 4 миллиардов долларов просто сломается. Коллайдер потребляет десятую часть всего энергоснабжения Женевы. Ли Страс станет катастрофой для Великобритании, если выиграет в гонке за кресло премьера. Об этом заявил первый министр Шотландии Никола Стержун. Если она будет руководить страной так же, как она проводила свою кампанию в течение лета, она станет катастрофой не только для Шотландии, но для всей Великобритании. Но давайте надеяться, что этого не произойдет, потому что это очень сложное время для Великобритании, и нам нужно очень серьезное и сознательное руководство. Навязчивые идеи очень маленького числа членов консервативной партии не являются верными приоритетами для страны. Имя следующего премьера Великобритании станет известно в понедельник. Надежда Шотландии на поражение Трасс вряд ли оправданно считают букмекера. Они уверены, что Риши Сунак проиграет, и Трасс уже стала составлять списки министров из своих сторонников. Джон Салливан завершает работу послом США и покидает Москву. Кто будет назначен, еще неизвестно. Кстати, Салливан завершил 40-летнюю карьеру. Он работал при пяти американских президентах, был зам госсекретаря, а на посту посла в России продержался почти три года. Пока обязанностью руководителя депмиссии в США в России будет исполнять Элизабет Рут, заместитель Салливана. На Камчатке группе туристов, которая застряла на высоте более 3000 метров, не смогли добраться спасатели. На вулкане Ключевская сопка из-за непогоды и, возможно, несоблюдения правил безопасности погибли 6 человек. Четверо жителей Москвы и Подмосковья. Все подробности трагедию Валерии Стычинской. Это пока единственные кадры с места проведения спас-операции. Высадиться в зоне происшествия спасателям помешал штормовой ветер. На некоторых высотах идет снег. Сегодня спасатели поисково-спасательного отряда Камчатского края приняли очередную попытку, третью уже по счету, совместно с Национальной службой санитарной авиации, попытку достигнуть аварийной группы на Камчатском вулкане. Но, к сожалению, штормовой ветер не позволил совершить посадку верзолету. И мы были вынуждены отступить. На завтра прогноз погоды благополучной. Будем пытаться еще раз. В поселке Ключи сейчас находится вертолет медицины катастроф со спасателями и медиками, а также группа с сотрудниками пожарно-спасательной части МЧС России. Оба борта планируют приземлиться на максимально дозволенной высоте, чтобы спасатели могли пройти дальнейшую акклиматизацию перед подъемом. Кроме того, ночью 4 сентября в Камчатский район была направлена сводная наземная группа, в составе которой 15 человек личного состава Камчатского спасательного центра МЧС России и 9 сотрудников поисково-спасательного отряда Главного управления МЧС России по Камчатскому краю. Наземная группа на высокопроходимой технике движется к отметке 1200 метров. Там спасатели разобьют лагерь для оказания помощи пострадавшим. Ключевая сопка – одна из самых сложных для восхождения. И без хорошей подготовки такой маршрут может оказаться смертельно опасным. Тур организовала фирма из Новосибирска. Вот анонс на сайте с предложением осуществить заветную мечту любого путешественника и прогуляться среди действующих вулканов. Получить комментарий от руководства турфирмы в Новосибирске не удалось. Двери компании закрыты. Также пока неизвестно, была ли группа застрахована. Нет ни слова о том, что для восхождения нужна специальная подготовка. Страховаться на таком склоне очень сложно, почти невозможно друг друга страховать. Почему? Потому что если на стене, на скальной, там сложно, там нужно забивать крюча с помощью веревки, то в такой склон вулканический точку страховки организовать почти невозможно. Поэтому страховкой является мастерство самого альпиниста. Гиды-то не местные. Один из них – Иван Алабугин. Он занимается скалолазанием с 2010 года. Второй – экскурсовод Андрей Мищенко, тоже опытный альпинист. В 2019 году, возглавляя туристическую группу, он уже совершал восхождение на Ключевской вулкан. Однако тогда этим походом не все остались довольны. Были в 2019 году. Мы вышли позже, чем было нужно. А на Ключевской к обеду начинается жуткий камнепад, в который мы попали. Но отделались с легким испугом. Шли без связки. Я провалилась по грудь трещину, вылезла сама, хотя ледорубом пользоваться не умела вообще. Метров сто до вершины не дошли. А на обратном пути участника потеряли. Уже имея альпинистский опыт, с такими гидами на такую серьезную гору, конечно бы, не пошла. С чем связан риск? С тем, что основная масса людей не подготовлены, в принципе, к горам. То есть они полагаются полностью не на свои силы, а полагаются на руководителей, проводников, которые все им обеспечат. Это немножко не тот отдых. Тут нужно быть самому готовым к трудностям. Почему опытные гиды, несмотря на плохую погоду, согласились везти туристов на вулкан, понимая, что это может быть опасно для жизни, теперь будут выяснять в Следственном комитете. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на детальное установление всех обстоятельств случившегося. Расследование уголовного дела продолжается. Связь с группой на данный момент осуществляется только по спутниковому телефону. Подробности происшествия выясняются. Туристам, которые находятся на высоте, были даны рекомендации спускаться ниже, чтобы избежать переохлаждения. Ежегодно на вулканах Камчатки в беду попадают десятки туристов. Поведение действующих исполинов, как и погода на их вершинах, совершенно непредсказуемое. Только в прошлом году на Ключевской сопке произошло три ЧПС со смертельным исходом. Валерия Стычинская, Денис Давыдов, Вести, Камчатка. Расчеты РСЗО «Ураган» уничтожили условного противника на острове Сахалин в рамках масштабных учений «Восток-2022». По легенде, десант пытался скрытно высадиться на побережье острова. О том, как организована защита наших границ, подробнее расскажет Варвара Невская. Дымовая завеса, реактивная артиллерия, бронетехника и танки. Сегодня на полигоне Успеновский на юге Сахалина разыгрывается островной эпизод уничтожения условного десанта противника. По легенде учений «Восток-2022», не сумев высадиться на побережье, противник направляет на остров свой воздушный тактический десант. Опасен и вооружен в арсенале условного врага. Беспилотники, средства радиоэлектронной борьбы, вертолеты, легкая бронированная техника, минометы, стрелковое оружие и противотанковые гранатометы. Задача подразделения армейского корпуса Восточного военного округа – оборона района и уничтожение вражеского десанта. Батальон имел задачу перейти к обороне в указанном районе с целями недопущения прорыва высадившегося десанта противника к основной связке дорог, имеющейся на острове Сахалин. Участвовала техника мотострелковых подразделений, это боевые машины, пехоты, танки, самоходные артиллерийские установки, реактивные системы залпового огня, зенитные установки, ну и другая специальная техника подразделения обеспечения и специальных войск. Масштабы впечатляют. В розыгрыше практических действий участвуют свыше 600 человек личного состава и более 90 единиц техники. Местность на полигоне сложная, дикая сахалинская природа, сопки, лес и долины. Для сбора разведданных и корректировки огня воздух взмывают беспилотники «Орлан-10». У обнаруженных подразделениями ПВО целей нет шансов. Условные вражеские летательные аппараты точечно уничтожаются зенитно-пушечным ракетным комплексом «Тунгусская». Огонь по обнаруженным целям ведется и из переносных комплексов «Игла». Бойцы инженерных подразделений, вынуждая врага развернуть боевые расчеты на невыгодном для него рубеже, применяют дистанционное минное заграждение. Цель – не допустить продвижения десанта к основному узлу дорог. По мишеням, имитирующим вражеские колонны техники, работают и мотострелковые подразделения. В их же задачу входило и завершение уничтожения разрозненных групп неприятеля. Задача была уничтожить наступающую группу пехоты, разбить ее, уничтожить и не допустить ее отход в тыл. Мы применяли стрелковое оружие, тактику мы применяли, такую, которую нам довели наши командиры. Сизый дым и оглушительный рев орудий. Этот Т-81 в мире танк с единой газотурбинной силовой установкой ведет огонь по мишеням. Дабы не допустить прорыв противника во фланге обороны и продолжать непрерывные удары, по выявленным целям экипажи Т-80 применяют тактику танковой карусели. Атакуют условного врага и боевые расчеты артиллерии. Самоходные артиллерийские установки «Гиацинт» и реактивные системы залпового огня. По технике и живой силе условного противника наносят массированный огневой удар расчеты «Урагана». В завершении эпизода сахалинских учений убегающий противник условно применяет по военным химическое оружие. На помощь приходит личный состав подразделений радиационной, химической и биологической защиты. Используя универсальные машины спецобработки, обеззараживают местность, обрабатывают личный состав, вооружение и технику. Практическая отработка оборонительных и наступательных действий в рамках учений «Восток-2022» продлится еще три дня. Варвара Невская, Андрей Стифоров и Артем Кузнецов. Вести. Сахалин. В Пензенской области отмечают день города Кузнецк. Он был основан 242 года назад. Сегодня это крупный экономический и промышленный центр второй по численности населения в регионе. С праздником жителей приехал поздравить лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Он принял участие в открытии городской доски почета. Возложил цветы к могилам бойцов, которые погибли, защищая Донбасс. Побывал в пансионате для людей с ограничениями здоровья. И подарил Кузнецкому храму икону Казанской Божьей Матери. Бурные выходные в Латинской Америке. В Аргентине стали известны новые данные расследования о попытке покушения на вице-президента Кристину Фернандес де Киршнер. В Чили на референдуме решают, нужно ли менять конституцию, а в Бразилии стартовала предвыборная кампания. Разобраться в этих событиях нам поможет руководитель нашей новой студии, авторская программа Сергея Брилева. Собственно, сам Сергей Брилев. Выходит он с нами на связи из Бразилии. Сергей, слишком много всего и сразу. Совпадение? Мы не просто в Бразилии, а в бразильской столице, на фоне вот этих замечательных гвардейцев, точнее, военная полиция, где только что закончился народный праздник национального флага. Народный-народный. Но бюст это продают президента Болсонару, который здесь был, и который соединил этот праздник с де-факто началом своей предвыборной кампании. Сейчас вы увидите картинку, как это происходило. Народ пел песни, оделся в цвета национального флага, национальной сборной, но у многих было написано Болсонару на груди. В общем, вот так оно сейчас в Бразилии, в стране, у которой на флаге написано порядок и прогресс. Иные бразильцы сами над этим иронизируют, но не будем иронизировать. Пятое по территории в мире, девятое по населению, девятое по величине экономики, крупнейшая страна, где сейчас начинается предвыборная кампания. С одной стороны Болсонару правой, с другой стороны левой Лула. Для американцев, как говорят в Вашингтоне, нужно выбирать из двух зол. Для России оба кандидата прекрасны. Один сооснователь БРИКС, другой объявил о нейтралитете по украинским делам. Один призывает к равноправию действительно разных великих держав, другой говорит о том, что сейчас начнут импортировать российский дизель, и уже вновь пошли российские удобрения. То есть все интересно. Но главное происходящее сегодня в Латинской Америке в двух других соседних странах, из-за этого выражения АБС, Аргентина, Бразилия, Чили. Аргентина и Чили. Начнем с Чили. Сегодня, именно сегодня, Чили проходит долгожданный референдум по конституционной реформе. Все дело растет из событий двухлетней давности, когда вдруг неожиданно, самая, как считалось, стабильная страна Латинской Америки, Чили, взорвалась. Всего-то на 4% были подняты тогда тарифы на проезд для общественный транспорт, но люди вышли на улицу миллионами. Выяснилось, что страна, которая является витриной для инвестиционных банкиров, разделена таким образом, что 10% населения принадлежит 60% богатства. Несправедливо. Но уж так сложилось в чилийском менталитете национальном, что чилийцы посчитали, что лучшим способом решения этой темы является принятие новой конституции. И поначалу все были за эту конституцию, был отдельный референдум, однако сегодня ожидается, что сторонники новой конституции проиграют. Почему? Ну, например, мало того, что отменили сенат в новой конституции, вводят отдельное законодательство для индейских меньшинств, индейских общин. То есть страну разделяют как бы на две части. Под красивым лозунгом того, что она многонациональная, плюралистичная. Звучит очень много идеалистических лозунгов, красивых слов. Достаточно напомнить, что Чили вместе с Австралией, США подписала заявление в рамках ОТС против России по украинскому вопросу. Но когда дело доходит до реальной экономики, почему-то все сыпется. Это классический пример того, как осторожно нужно относиться к любым попыткам решить что-то вот так вот, наотмашь. Ну и, наконец, третья тема именно этого воскресенья. Вот уже действительно сошлось сегодня все. Такое удивительное совпадение в этом треугольнике АБС. Это событие в Аргентине. И последние новости вокруг вот этого нашумевшего покушения на вице-президента и бывшего дважды, то есть сонного президента Кристину Фернандес де Киршнур. Буквально в лицо ей ткнул человек, пытавшись ей убить пистолет, по загадочным причинам он нажал на курок, но выстрелы не прозвучало. И вот после этого президент Аргентины объявил выходной. В течение этих выходных массовые манифестации помощи Киршнур, чья репутация ведь очень закачалась в последнее время. Особенно после того, как против нее были выдвинуты обвинения прокуратуры. 12 лет она требует дать ей тюрьмы за якобы коррупционные сделки при строительстве дорог в провинции Санта-Круз. Левая пресса говорит, что ничего это не доказано, но факт есть факт. Началось такое очень интересное брожение. И вдруг вот такое, что позволяет абсолютно консолидировать своих сторонников. Однако же, есть вопрос. Первый вопрос задала одна из манифестанток. Возводя эти заборы, мэр города, в котором я живу, демонстрирует очень слабое мышление. Это вызвало больше протестных настроений, больше гнева в людях. Эта женщина имеет в виду, что когда против Кристины были выдвинуты обвинения, ее дом был блокирован правительством города Буэнос-Айрес, правым правительством, при том, что она левый вице-президент. Это только один из ингредиентов. Второй из ингредиентов, на который обратил внимание один из депутатов. Если бы у кого-то были подозрения в отношении Кристины, было бы хорошо, если бы у нас была работающая система правосудия, в избежании сомнений при любом исходе. Но это не так, совсем наоборот. А последние новости такие. Полиция смогла заполучить в смартфон того, кто пытался убить вице-президента, но то ли по разгильдяйству, то ли из-за чего-то умысла. Кто-то уж там нажал не ту кнопочку, и в телефоне все стерлось. Он встал на заводские настройки. Вот как это все понимать? Очень интересная вещь. Но это совершенно не отменяет то, что попытка покушения была. И, кстати, вот что по этому поводу заявили и в посольстве России в Буэнос-Айресе. Мы решительно осуждаем трусливую атаку против Кристины Фернандес де Киршнер. Нет и не может быть никакого оправдания актом политического насилия. В этот трудный час мы солидаризуемся с вице-президентом, правительством и народом Аргентины. Все это очень динамично развивается. Но, согласимся, наверное, многое из того, о чем я сейчас говорил, кажется внутриполитическими делами Аргентины, Чили, Бразилии. Однако же, не будем забывать о действительно все большем весе этих стран, мировой экономики и, соответственно, мировой политики. И что сейчас может получиться? Вот если здесь, в Бразилии, к власти все-таки придут левые, а шансы велики, если в Аргентине у власти останутся пиранисты, то восстанавливается ситуация начала этого века, когда, ну, в частности, Аргентина и Бразилия образовывали ось вот этого латиноамериканского блока, отставившего независимость в мировых делах. А обратите внимание, что, несмотря на, скажем так, церемониальное голосование с большинством в ООН поначалу украинского кризиса, сейчас-то Аргентина и Бразилия очень интересно себя ведут. Восстанавливается экспорт и импорт, не только с ними, но и с другими странами Латинской Америки. Иными словами, вот сейчас здесь происходит нечто очень важное и для международной, и большой международной политики. Ну и да, первым признаюсь, что очень многое из того, о чем я сейчас рассказал, является своего рода анонсом. Да, многое произошло, но это анонс грядущих больших перемен, больших событий, которые неизбежно будут происходить в следующие две недели. И мы будем подробно вас об этом всем информировать. Моторное масло Такаяма в непрерывном движении с полной отдачей.